Здарова! В этом виде ты узнаешь, как настроить так называемый 3D-мод. То есть, обратную тягу на дроне для полета вверх дном, издевательством над физикой и мозгом, как своим, так и окружающим. Потому что выглядит это действительно необычно. И да, для этого не нужно никакого специального железа, это можно настроить на любом современном дроне, на прошивках Betaflight и на прошивках регуляторов оборотов BlueJ, BaleHale-S, AM32 и также BaleHale-32. И я расскажу, как настроить каждый из них. Что касается физики, давай быстро разберем, как же это работает. Если вертолет может моментально менять свою тягу на обратную за счет резкого изменения угла наклона лопастей при помощи автоматоперекоса, то дрон же делает это, останавливая двигатели в полете и раскручивая их в другую сторону. Дайте мне апу. При этом центральная позиция стика газа, это нулевая точка, где происходит этот переход, выше центра. Это тяга вверх, ниже центра тяга вниз. Даже если в теории все понятно, я настоятельно рекомендую полетать в 3D-мод в симуляторе. Даже если ты матерый акрофристайлер. Так как привычка спускать стик газа вниз во время нештатных ситуаций заложена уже глубоко в голове, а это в 3D-мод полный газ. Одним из симуляторов, поддерживающих этот режим, является лифтов. Хоть там и слишком все идеально по сравнению с реальным полетом, но этого более чем достаточно, чтобы набить мышечную память. Ну или можешь потренироваться на тенивупе. Да, на нем тоже можно это настроить. Почему нет? Правда, 3D на нем, конечно, намного сложнее. В этом гайде я использую такое понятие, как дейсинг. Это первое, с чем сталкиваются при настройке 3D-мод. Это десинхронизация работы регулятора с двигателем из-за внешних факторов, поврежденного или некачественного железа, прошивки или ее неправильной настройки. Это приводит к дерганию коптера во время перехода, его закручиванию и, соответственно, вообще падению. Начну с небольшого, но важного предупреждения. Перед любой, даже малейшей настройке дрона, обязательно снимай лопасти. Особенно при настройке 3D. Примерно полтора года назад, сняв одну галочку в Peterfly конфигураторе, я мгновенно получил бешеный дрон и шрам на руке, который красуется по сей день. Учись на чужих ошибках. Ну что, начнем с настройки BLHeli S и BlueJ. Нам необходимо подключить полетный контроллер КПК, зайти на сайт esc-конфигуратор.com, подключить аккумулятор к дрону, выбрать порт, нажать Connect и Read Settings. Здесь ты увидишь текущие настройки регулятора, а также его версию. Если у тебя BlueJ версии от 0.17 до 0.20, то необходимо прошиться на последнюю версию. На текущий момент это 0.21. В прошивках версии от 0.17 до 0.19 3D сломан, а прошивка 0.20 может сжечь ваш регулятор оборотов при крашах. При этом последняя версия на данный момент BlueJ 0.21 не рекомендуется разработчиками для 3D, так как она испытывает проблемы с производительностью. Однако я на ней полетал. Да, дергать будет, но я думаю, этого более чем достаточно для начальных полетов, для обучения 3D. Псс, что никто тебе не мешает прошиться на версию 0.16. Вот такой вот на данный момент 3D на BlueJ. И что касается настройки. Motor Direction необходимо поменять на Forward Reverse 3D Mode, если стоит Normal, и Forward Reverse 3D Mode, Reverse, если стоит Reverse. Проделать это нужно для всех 4 регуляторов. Motor Startup Power и Motor Limit лучше поставить выше, чем в обычном режиме, так как это уменьшит шанс засинка, но будь осторожен с увеличением этого параметра, так как при крашах или блокировке моторов внешними факторами и попытке их раскрутить, можно спалить мотор или регулятор. Также в официальной документации Betaflight советуют включить Break on Stop. В этом абсолютно нет смысла. Во время настройки Betaflight расскажу почему. Нажимаем в Write Settings, Disconnect и переходим к настройке Betaflight. Что касается BellHeli32, то для его настройки понадобится приложение BellHeliSuit32. Ссылка будет в описании. Устанавливаем, запускаем, подключаем полетный контроллер к ПК, подключаем к аккумулятору, выбираем порт, connect и read setup. Motor Direction ставим B-directional Soft Reverse, если стоял Reverse, и B-directional Soft, если стоял Normal. Проделывать это нужно для всех четырех регуляторов. Следующим шагом необходимо увеличить рампа Power, чтобы немного уменьшить время перехода и шанс десинга. Но будьте осторожны с этим параметром. Увеличивая его, мы увеличиваем шанс спалить регулятор или мотор. Я ставлю 100%, на 50 и 120 у меня были постоянные десинги с падением дрона. PWM Frequency можно не трогать, если нет десингов. Обычно ставят поменьше для лучшего торможения двигателя, или повыше для лучшего ускорения, большей мощности и эффективности на верхах. В 3D нам желательно не только тормозить, но и быстро разгонять двигатель. Поэтому, если будут десинки, попробуйте фиксированную величину, или поменяйте диапазон. Здесь все индивидуально. Нажимаем Write Setup, Disconnect и переходим к настройке Betaflight. Теперь рассмотрим настройку регуляторов на прошивке AM32. Я считаю ее лучшей прошивкой на данный момент, особенно после версии 2.17, где разработчики пообещали, что десингов не будет. И действительно, добиться десингов на этой прошивке очень сложно. Однако, к сожалению, железо все еще играет немаловажную роль, и казусы случаются. На данный момент для его настройки можно использовать и ESC-конфигуратор, но я советую придерживаться официального конфигуратора AM32.ica. Переходим во вкладку конфигуратор, выбрать девайс, нажать Connect и Read. Здесь нужно поставить галочки напротив 3D-мод. Сохраняем. Проверяем, что комплиментарий PWM включен, что позволит регулятору активно тормозить двигатели, что нам прям необходимо в 3D. Running Break Level ставим на максимум. Если вдруг будут какие-то десинки, попробуй поиграть с PWM Frequency, поставив ее в фиксированной, диапазонной, либо by RPM. Нажимаем Save, Disconnect и переходим к настройке Betaflight. Чтобы настроить Betaflight, нам необходимо зайти на сайт app.betaflight.com и выбрать устройство. Если его нет, то нужно выбрать Я не могу найти свое USB-устройство и выбрать его в появившемся окне. Нажимаем Подключиться. Переходим во вкладку Моторы и включаем 3D-мод. Нижнюю и верхнюю границу уничтожительной зоны 3D-режима и нейтральную точку нужно настраивать только если у вас One-Shot или Multi-Shot. Но ты же используешь D-Shot, верно? Нажимаем Сохранить и Перезагрузить. Судя по документации бетки, компенсация просадки батареи не работает в 3D. Просто даю знать, если вдруг ты захочешь с этим поиграться, когда у тебя включен 3D. Максимальный наклон коптера ставим 180 градусов, чтобы была возможность заармиться вниз головой. Я часто взлетаю, находясь вверх тормашками, что уменьшает необходимость использования черепахи. Нажимаем Сохранить и Перезагрузить. Переходим во вкладку Приемник. Здесь нужно выставить мертвую зону газа в режиме 3D. Я ставлю 3, но если у тебя есть сложность словить эту зону, чтобы заармиться, то можно этот параметр увеличить. Нажимаем Сохранить. Переходим во вкладку Режимы. Находим 3D Disable Switch и ставим на необходимый тумблер. Обрати внимание, что это именно Disable, то есть его выключение, а не его включение. То есть когда он активирован, 3D выключен. В моем случае, это двухтипозонная кнопка на AUX 2. На этом мы закончили необходимые настройки бетафлая, но есть еще опциональная, есть вдруг, у тебя не получилось при помощи настроек регулятора оборотов избавиться от дерганий и десинков во время перехода на обратную тягу. Можно это попробовать чуть-чуть смягчить, выключив Air Mode. Air Mode позволяет дрону поддерживать свое положение в пространстве при нулевом газе, что круто в обычном макро режиме, но иногда пагубно влияет на переходы в 3D Mode. Добавляя рывки во время перехода и увеличивая шанс полного десинка. Переходим во вкладку Конфигурация и выключаем Air Mode. Так как мы выключили Air Mode в пользу 3D режима, было бы неплохо его ставить для обычного акро режима. Так что заходим во вкладку Режимы, находим Air Mode, ставим такой же AUX и такой же диапазон, как в 3D Disable Switch. Нажимаем Сохранить. На этом настройка самого 3D Mode закончена, но напоследок перейдем во вкладку Моторы, проверим их направление и работу. Делаем это без лопастей. Жмем Я понимаю всю опасность, кликаем на мастер ползунок моторов и мышкой или стрелкой вверх на клавиатуре начинаем их разгонять. Сверяем направление движения каждого мотора с нарисованной схемой и проделываем это со всеми моторами. Если опустить ползунок ниже половины, то моторы должны начать крутиться в обратном направлении. Если моторы крутятся в неправильном направлении, то жмем сюда и настраиваем по одному. Сохраняем, перезагружаем, нажимаем Отключить. Ну что, берем дрон, апу, батку и подключаем. Включаем 3D-мод на аппаратуре, армимся и видим, что моторы не крутятся. При этом в ОСД будет сообщение Throttle. Выводим стик газа в центральное положение и квад армится. Стик газа в верхнее положение, двигатели крутятся в одну сторону, стик газа в нижнее, в обратную. Перед полевыми полетами я провожу настольные тесты 3D-мода на десинке. Вот наглядный пример того, как моторы не должны себя вести. А вот, как должны. Что ж, теперь можно надевать лопастей и идти в поля. Кстати, по поводу лопастей. Лучше всего для 3D-мод подходят 3D-лопасти. Чего? А стандартные что? В 2D-пространстве что ли? Ха-ха! Нет, они тоже в 3D-пространстве, но отличаются они от обычных тем, что имеют одинаковую тягу в обе стороны, но при этом менее эффективны в обычном полете. А еще ломаются чуть ли не от любого столкновения. Так что, закупать их нужно в разы больше. Вот пример 3D-лопасти. Можно заметить, что он симметричный с двух сторон, как сверху, так и снизу, по сравнению с обычной лопастью, которая полукруглая с одной стороны, и гребет воздух, как снег, лопатой. Но расслабься. Я тебе сэкономлю немножко времени и бюджет для тестовых полетов, рассказав один лайфхак. Возьми 2 лопасти, находящиеся по диагонали, и переверни их. Теперь у дрона будет примерно одинаковая тяга, как вверх дном, так и вниз дном. Просто двигатели в одной диагонали будут вращаться с большей скоростью, чем в другой диагонали. Особенно этот лайфхак полезен для теневубов. Ряда лопастей на него, к сожалению, нет. Еще бы, кто будет этим заниматься? При стандартной установке пропов теневуб совсем уж не вывозит 3D. Даже при своем небольшом весе. Давайте на наглядном примере покажу разницу между лопастями. А, лопасть нам не нужна? Не, ну это просто прикол какой-то. Как назло, ничего запасного не брал с собой. Думал, сейчас по-быстрому видос запишу. Почесть, ехать обратно, потому что запасного винтика нету. А он где-то потерялся. Так, что давайте протестировать на наглядном примере влияния лопастей на газ весенний. Стандартные лопасти со стандартной установкой. Так, смотрим, что газ весенний у нас что-то около 18-20. Ну, около 20, можно сказать. В обычном режиме. Вниз головой. Около 30. 33, вот примерно в этом. Вот в обычном режиме газ вверх. И вот в инверсии газ вверх с такими стандартными лопастями. Весь район будет слышать. Ну, что поделать. Теперь переворачиваем лопасти по диагонали. Газ весенний примерно 24-25, что-то в этом роде. Ну, в общем, что-то среднее между стандартной установкой лопастей и полностью перевернутой. Ну, и, соответственно, в инверсе будет все то же самое. То есть газ весенний у нас примерно тоже 24. Вот, 24. Так и выходит. Но при этом звук газа полного будет тоже не очень. Уже в обоих положениях. Но зато в обоих положениях одинаковая тяга. Что намного лучше. Так, ну, теперь посмотрим газ весенний на 3D-пропах. Ну, на 3D-пропах газ весенний около 23-4. Да, где-то 23. То есть примерно как по диагонали 23-24. Примерно как по диагонали установленные пропы. Ну, и, соответственно, мне с головой то же самое. Да, 23. То есть чуть-чуть лучше, чем пропы, установленные по диагонали. И при этом звука ужасного нету. То есть звук похож на обычный. Во всех направлениях. Ну, единственная проблема этих лопастей, что они ломаются от любого удара. Поэтому, особенно в бенда, мне больше нравится установка лопастей по диагонали. То есть если в полях, то да, 3D-лопасти в принципе неплохо смотрится, когда мало падаешь. В конце хочу подсветить немного дополнительной информации касательно этого режима. Первое. GPS Rescue и Fall Safe Landing не будут включаться в конфигураторе, если у вас включен 3D-мод. Так что, к сожалению, нельзя будет настроить 3D-мод для дальнолета. Эх, а так хотелось пофристаллить в 3D на какой-нибудь вершине горы. Если захочешь убрать 3D-мод полностью, лучше убрать это как в Betaflight, так и в регуляторе. Иначе последствия могут быть непредвидены. Если часто случаются проблемы с закручиванием дрона, десинками, микродесинками, попробуй поиграть с настройками таймингов, RAMPAP или Startup Power, DEMAC Compensation, PWM Frequency или Static Modular Deluxe в Betaflight. Если все же остались какие-то микродесинки после настройки, какие-то поддергивания, то самый главный и лучший параметр, который нужно настроить, это руки. Более плавная работа стиком газа в центре сделает десинки редким явлением. Также я хотел бы отметить важность настройки мертвой зоны газа в режиме 3D на наглядном примере. На самом деле, переход происходит не в самом центре. Туда еще добавляется мертвая зона. При этом добавляется как вверх, так и вниз. То есть по факту это значение удваивается. Давайте поставим 100 для наглядности. Мы видим, что квад армится в положении 1400 стика и совершит переход в позиции 1600, а между ними целых 200 единиц мертвой зоны, в которой ничего не происходит. Это равняется 20% стика газа. При мертвой зоне в 50 это будет 10%, что все равно много, когда у тебя стик газа и так поделен пополам и точно снижен. И еще я обещал вам показать, почему брейк-он-стоп бесполезен. Давайте включим брейк-он-стоп в регуляторе и попробуем проверить, тормозят ли моторы через вкладку Motors в Betaflight. После запуска моторов и остановки в центральном положении, они действительно притормаживают, не давая мотору свободно вращаться. Вы, возможно, скажете, ну вот, моторы полностью установятся, не будут в воздухе вращаться, и затем произойдет обычный запуск, как при обычном старте, без каких-либо десинков. А теперь давайте попробуем протестировать такими же настройками только через пульт. Заметили? Моторы никогда не останавливаются. Они переходят из одного значения Motorradle в обратно. Ну и если буду узнавать какую-то дополнительную информацию, обязательно ее добавлю в описании к этому видео, потому что я сам до сих пор ищу идеальные настройки и подходящее для этого железо. Ну и это все, мой астралийский друг. Жмякай палец вверх, если тебе понравился этот гайд, палец вниз, если не понравился, и подписывайся на канал, чтобы нам не потерять друг друга. Будем летать 3д вместе? Пока. Ты что снимаешь? Ты меня убьешь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА